Это очень большой дольмен, в нем несколько человек находятся, то есть заходили несколько человек, коллективный. Почему коллективный? То есть я не знала, что он коллективный, мы к нему приходили четыре раза. Первый раз, когда мы пришли, совершенно было непонятно, ну то есть они мне не открывались или я их не слышала. Первоначально идет соностройка, да? Приходишь и, ну, что возле дольмена был, что в окно смотрел, то есть ощущений ноль. Первые, наверное, 10 дней вообще ощущений никаких не было. Ну вот этот волконский дольмен, мы к нему пришли раз, потом пришли спустя там неделю или спустя сколько-то там дней. И уже на последующие разы, на последующие приходы уже было некое ощущение присутствия, ну то есть вот ощущение как живого человека рядом. И такое как изменение настроения, вот знаете, когда встречаешься с человеком, с живым, да, и его настроение передается. Такое же ощущение было здесь, то есть вот присутствие, текста нет, разговора нет, никаких мыслей, ничего. В общем, дней через 10 примерно, нет, дней, наверное, через 5, то есть я рассказываю, как сонастройка происходит, дней через 5, через 7 примерно начинает ощущаться, что они входят в конкретный контакт. То есть подходишь к дольмену и иногда даже еще не дошел до него или уже пришел, ну то есть они все разные, и у всех разная энергетика, они все по-разному работают с человеком. И бывали такие случаи, что вот приходишь к нему и все, он сразу начинает с тобой работать, он энергетику очень сильно меняет, меняет чувства, то есть они начинают работать с чувств. Если человек подошел агрессивный, они меняют на ощущение добра, нежности, то есть они меняют с минуса на плюс, энергетическое состояние. Так проходило в течение примерно дней 10. То есть вот мы начали с 11 марта ходить и 21 марта, вот когда я их услышала, 21 марта это очень мощный энергетический день, это день весеннего равноденствия, мы пошли на сорт участок, на сорт участки там получается 1, 2, 3, 4, 5 дольменов, которые опознаваемые и несколько разрушенных. И мы подходим к первому дольмену и сразу начинаем его видеть, то есть вот реально видно, что этот человек, прям видно самого человека. Глазами видите? Ну как глазами? Нет, это как-то иначе, как-то иначе, да, то есть он не материализуется, да, а как-то видно, что ну вот он человек и он может стоять, сидеть, ходить, то есть он ведет себя абсолютно как живой человек. Мы увидели дедушку, ну как дедушку, мы так его называли, дедушка, вообще его зовут Рад. Он несет информацию по радости творчества, это я уже потом прочитала, с нами он совершенно на другие темы разговаривал. Они разговаривают на те темы, на которые считают нужным разговаривать. Я у него спросила, ну вижу прям старец, прям старец, у него такая одежда холщовая, такого серого, вот как юбка у Оли, вот такого холщового цвета, ну и структура такая же, подпоясанный, у него рубаха такая короткая, ну как выше колена рубаха и штаны. Вот, и он прям вот старец. Первое было, что вот я его увидела, да, и он что-то говорит, да, и было непонятно, действительно ли это я его вижу, да, и я ли его слышу. И вот у меня тоже был вот такой вопрос, как у Сергея, у меня ли не помутнение, да, там раздвоение личности, помутнение разума. И я говорю, ну как я могу видеть? Говорю, Лера, ты тоже видишь? Она говорит, мама, я тоже вижу. Я говорю, ты тоже слышишь? Она говорит, я слышу. И я ему задаю контрольный вопрос какой-то, не контрольный вопрос, говорю, я могу вообще тебя видеть, и вообще ты кто? Он говорит, да, ты можешь меня видеть. Я говорю, а как это вообще получается? Может быть, ну, я придумала, может быть, я, просто у меня там сознание что-то помутнилось или что. Ну, задай, говорит, мне какой-нибудь контрольный вопрос. Я не помню, что я ему задала, вот, и я еще ряд вопросов ему задавала, каких-то контрольных, там, спрашивая, что там, ну, ну, назови мне там что-то про меня, какие-то моменты личного характера, которые, ну, только я, допустим, знаю. Он мне раз отвечает. Говорит, тебе долго доказывать, что ты меня слышишь и ты меня видишь? Я говорю, да, пока я не убежусь, что у меня не помутнение в рассудке. Ну, то есть я не могла поверить, что я их слышу, что я их вижу. Вот, и Лера тоже на меня такая смотрит, дочка, говорит, мам, ну как такое может быть? Ну, то есть вот он нас убеждал в течение 15 минут. И потом говорит, подойдите, говорит, вот сюда с вами хочет женщина поговорить. И она как бы со спины подходит, мы садимся, там, пяточная плита, то есть разрушенный дольмен, он составной был, и пяточная плита, на которой все это ставилось, вот она лежит, и мы на нее сели. Мы ложили обычно яблоки, всегда с яблоками ходили, яблоко ложим, мы грызем это яблоко. Вот, и разговариваем или слушаем, и как бы со спины Маис подходит, женщина, Маис, ее имя Маис. Такое зеленое платье у нее, плотное очень, ну, видно, холодно было женщине, прям плотное такое зеленое платье, видно там тоже, под ним тоже там подъюбники, ну, такая прям одета, тепло. Такой черный волос, статная высокая женщина, выше меня, ну, где-то метр восемьдесят, наверное, она была примерно. Статная прям, черный волос, длинный, такой слегка вьющийся, карие глаза, красивая очень. Под пояс она тут, у нее там узоры вышитые, вот, подходит и говорит, я вас не отпущу, пока вы меня не выслушаете. А мы сели вообще на чужой дольмен, у нее дольмен разрушен в ноль, ее дольмена нету. Мы сели на чужой дольмен, и вот он, получается, парень, которого дольмена... Это женщина с дольмена пришла к тебе. Да, да, то есть она с соседнего дольмена, да, да, да. И тоже вдвоем ее видели. Да, и причем видели не только мы, мы потом вернулись, я говорю, Алене, рассказываю, говорю, мы Маис видели. И ее дочка Аленина, Мила ее зовут, да, Любомила, она говорит, мама, я тоже видела эту женщину, и тоже она ее так же описывает. То есть энергетика у вот этой Маис, ну, очень мощная, она может пробиться. И она говорит, я вас не отпущу, пока я не передам информацию, которую я должна вам передать. Вот, теперь я цитирую то, что она сказала. Она говорит, я вам расскажу только про зачатие. Когда мужчина и женщина, пара, да, пара, уже готовая пара, она хочет зачать ребенка, то в этот период, период этот длится от года до трех лет, минимум год. Вот, я говорю, а максимум сколько? Она говорит, ну, максимум не ограничен, ну, трех лет будет достаточно. В это время мужчина и женщина должны думать о ребенке взаимно, вместе, каким они хотят его видеть. То есть мальчик это или девочка, какие они хотят в него вложить качества. Вот они все это думают в этот период, ну, вот этот год или более, да. Они не должны заниматься, я не знаю, как это сказать. Ну, то есть не должны допускаться никакие похотливые мысли. Не только внутри этой пары. То есть женщина, она говорит именно про женщину, она не про пару говорила, именно про женщину. Женщина должна вести себя столь целомудренно, да, чтобы она не вызывала похотливых мыслей вообще ни у кого из мужчин. То есть она должна себя столь целомудренно вести, чтобы не то, что у партнера, да, у своего мужчины она не вызывала бы таких желаний. Вообще, чтобы этих желаний не было. Она это проговорила раза три, говорит, вы поймите, это настолько, настолько важно. Сейчас, говорит, не могут притянуться души чистые, потому что вы на вот этих вибрациях находитесь. И если, говорит, вот это исключить, именно вот похоть, да, вот это желание, то есть это ни мысли не должны допускаться, ни у неё, ни у кого бы то ни было. То есть это от женщины идёт, именно от целостности, от целомудренности женщины идёт. То есть она должна быть целомудрена во всём. Говорит, одежда только длинная, только в пол, чтобы там вообще все части тела были закрыты. Желательно, говорит, даже всегда платок носить, чтобы волосы, ну то есть это тоже такая часть тела, которая вызывает эти ощущения. Говорит, волосы всегда должны быть покрыты. И, говорит, души, которые должны притянуться, они хотят прийти на землю, эти души чистые, но они смогут это сделать только вот в этих условиях. Если вот будет выполнено, то есть мужчина, женщина должны про ребёнка думать, оговаривать, должны быть очень целомудренно всё, со стороны женщины однозначно. И третье условие – нужно с ребёнком разговаривать. То есть вот этот период от года и более, да, они разговаривают с ребёнком как со взрослым человеком, то есть никакого там унижения типа «тамой ты мой хороший, ты мой маленький» нет. Они разговаривают с душой, душа полноценная, взрослая. Они разговаривают с ним как с равным партнёром, то есть они разговаривают как со взрослым человеком с ним, обсуждают какие-то вопросы с этим человеком, человеком, именно не с ребёнком, а с человеком. Задают ему вопросы, слышат ответы, какие-то рекомендации ему там. То есть мы хотим, чтобы ты там то-то, то-то и то-то, да, они должны услышать его ответ. И вот такой диалог со стороны отца и со стороны матери, либо раздельно, либо вместе, должен происходить в течение вот этого года, либо более. Она сказала, эту информацию нужно обязательно передавать женщинам. То есть она прям попросила нас, передайте, пожалуйста, вот эту важную информацию, чтобы могли вот эти души чистые притянуться. Потому что сейчас она мне говорит, ни одной души чистой нет на планете Земля. Я говорю, ну как же Анастасия? Она говорит, ну так ты сама вспомнишь, что в книгах написано. То есть там, говорит, чистота не та ещё даже, не та чистота, про которую я тебе говорю. Я говорю, а как мы можем достигнуть этой чистоты, даже если Анастасия не достигла? Она говорит, если я к тебе пришла, то вы можете. То есть это ваша задача сейчас к этой чистоте прийти. Ну вот всё.